Столько говорили про Хукат, что тогда я скажу про следующую, про Балак. Тем более, что там тоже много актуального к нашему времени. Во-первых, интересно, что вся глава посвящена одной теме. Такого, по-моему, во всей Торе больше нет. Чтобы вся недельная глава, чтобы одна тема занимала полностью 100% недельной главы. Идут огромное количество деталей, как там Белям шел, и как он это, как кто. Очень много деталей. И в конце концов, результат мы знаем, что он хотел проклясть. Вместо этого он говорит «броход». Причем «броход» он говорит, там все «броход» связаны с концом времен. То есть вот он посмотрел туда и сказал, как эти народы будут побеждены, как эти упадут, и те упадут, и что с евреями будет и так далее. То есть там все его «броход», все, я не помню, может, почти все, исправьте меня, если я где-то ошибся, но, по-моему, все «броход» его, они связаны с концом времен. И вот этот вот уникальный случай, что он хотел сказать «клалот», вместо этого сказал «броход». И не важно, что он там раньше предупреждал, что только то, что Всевышний мне даст, только это, не важно. Но он-то сам хотел, мы знаем, что он хотел. Хотя он сказал правильно, да, что только то, что мне Всевышний вложит в уста, то я смогу сказать. Ведь по сути он сказал правильно. Но его-то желание было другим. И вопрос, который тут возникает, естественно. Оставим сейчас огромное количество деталей. Сам факт, что «броход» были сказаны человеком, который шел с абсолютно явной целью решения еврейского вопроса. И вот через него Всевышний дает эти «броход». Почему это то же самое нельзя было через другого человека? Почему нет? Ну, пожалуйста, тот же самый Маше, тот же Аарон, тот же Маше, который и так все пророчества приносил. Почему через него нельзя было? Почему это надо было через Беляма это все провести? Потому что Маше тоже говорил множество. Вся книга «Дворим» связана так или иначе с концом времен. Так можно было и это добавить. Но тут Всевышний целенаправленно это провел через Беляма. И потом в книге «Дворим», когда Маше повторяет это, говорится, что Всевышний перевернул тебе «клала лебраха» «ки агэфха ашэмэлукеха» «потому что Всевышний тебя любит». Во-первых, Тора указывает причину. Это тоже не так само собой разумеется, потому что далеко не всегда Тора указывает причину, какого-то события. Это раз. Во-вторых, здесь очень редкий случай вот этого переворота. Что Всевышний перевернул для тебя «клала лебраха». Этих переворотов в Торе или вообще во всем Танахе считаны единицы. Где еще есть перевороты? В самой Торе это только с дом. Там тоже сказано, что перевернулся. И, конечно же, мегилат эстер пурим вена афоху. То есть вот этих вот афихот, переворотов, их очень-очень мало, буквально считаны единицы. И связано это с тем, что и поэтому Всевышний проводит браху через Беляма. Где мы еще, кстати, видим тоже еще один случай, только в Торе, где Всевышний проводит браху через Ецерара. Лаван дает браху своим дочерям, хотя там как бы специфическая браха, а такая, я имел в виду, общая, как бы на весь Ам-Исраэль. Ну, очень известно. Вы все это знаете. Когда Яков борется с Малахом, хотя там в Торе не говорится прямо о Малах, там говорится Иш. И в конце концов, значит, он всю ночь он с ним борется. Кстати, никто никого там не побеждает. Это бедюк, это же бедюк-модель еврейского народа, который всю историю мы боремся. и нет нигде, как бы никто никого не побеждает. То есть нас не могут победить, и мы не можем окончательно победить. Вот это вот битва Якова с этим Малахом. А потом, когда она заканчивается тем, что восходит солнце, и тогда Малах говорит, все, мне надо Иш, говорит, все, мне надо уходить. Яков говорит, нет, я тебя не отпущу, только если ты мне дашь браху. Вот. И вот там вот он ему дает браху, говорит, ты будешь Исраэль, а не Яков. И здесь, через Беляма, Всевышний дает эти браху. Все связано, то есть мы видим, что и там, и там браху, который проходит через Ецарара, они все связаны с концом истории. И в истории с Яковым, и с Белямом, все связано, как бы, с окончанием дней, когда раскрывается что. Что такого особенного, что именно в конце браху проходит через Ецарара. Ну, я обобщаю. Значит, важное очень правило, что в конце вот окончательный, окончательный этап работы, окончательный пласт работы, он весь построен на перевертышах. В отличие от того, значит, раньше такого не было. Раньше не было явных вот таких вот переворотов. А именно в конце, когда должен начаться шаббат, как бы общий шаббат, глобальный шаббат, седьмое тысячелетие, и вот то, что будний день переходит в шаббат, вот этот вот переворот, а шаббат, он, как бы шаббат и будний день, они противоположны по своей сути. И вот этот вот переворот, он лежит в основе того, что весь подход к этому, он все стоит на постоянных переворотах. Поэтому Пурим, Пурим переворот, поэтому СДОМ, тоже это СДОМ, СДОМ это тоже модель, модель шара Хамишим, то есть модель окончания работы, и это СДОМ, и там тоже переворот, и здесь, и здесь Всевышний проводит проводит брахот, который связан с концом истории, он их проводит именно давка, через Беляма, чтобы создать вот этот вот Маапах, чтобы создать переворот. И поэтому этот СДОМ занимает так много, занимает целую недельную главу, потому что он принципиально важен, он связан, он весь описывает окончание времен, последний, последний период, и Белам, поэтому он не принадлежит никому, он не принадлежит никакому народу, он как бы сам по себе. Это тоже, и во-первых, он сам по себе, а во-вторых, Хахамим уже сказали, что он как бы противовес Маше Рабейну. Ну вот, то есть, так же, как Амисраэль в конце времен он дойдет до какого-то максимума, ну как Маше, он как бы символизирует в данном случае максимум, то, соответственно, противовес, он тоже будет вровень, то есть, тоже будет некий максимум. И вот это, это Белям, который, он не принадлежит никакому народу, но он как бы в себя, как бы в себя все это вбирает. Так же, как и Маше вбирает в себя весь Амисраэль, так же Белям, он вбирает в себя все духовные силы противовеса. И поэтому они устная Тора и как бы и сталкивает, говорит, что они один напротив другого. И переворот происходит в том, что через него Всевышний это проводит и тем самым раскрывается очень важная вещь. Хохамим сказали, что потом Ецарара станет Малах-Кадош. Они не сказали, что Ецарара не будет. Сказали его просто вот не будет и все, мы знаем там типа зла не будет и все, вот и хорошо. Но они так не сказали. Они сказали, что он будет, но он будет Кадош. Так я не понимаю. То есть то, что раньше, допустим, воровали или убивали или обманывали, так это было зло. А теперь будут воровать, но это будет Кадош. Или как? То есть обманывать будут, но это будет Кадош. Или как? То есть тот же Ецарара, но он станет Кадош. ну так а в чем тогда? А чего мы тогда добились? Что мы шли, 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 шли. И к чему мы пришли? К тому же, к тому, что то же самое зло, только оно станет Кадош, то же самое ярлык. вор в законе. Вор в законе. А, вор в законе. Лейзер говорит, воры в законе. То есть то были беззаконные. А? Да, все, обиделся. О, и Зория говорит, воры в законе. То были против закона, а теперь станут в законе. Вопрос. А? Почему тогда Билан был на какую-то часть даже больше, чем Моше? Ну, вот это вот Хохамим обсуждают. Он был как Моше, или он был даже больше Моше. Это, это есть, есть обсуждение этому. Вот. Так. Что значит больше Моше? М? Что значит больше Моше? А, что значит больше Моше? Да, хороший вопрос. Ну, во-первых, всегда есть больше. В духовном всегда есть больше. Нет, нет предела в духовном. Поэтому всегда есть больше. Как может быть больше Моше? Дело в том, что любой свет, это общее правило, не связано с Моше или Билямом, любой свет, он всегда сначала проявляется своей, как бы, ну, я не хочу сказать негативной, своей левой стороной. то есть оно может быть связано не с негативом, то есть своей, скажем, тяжелой стороной. Кто его хватает первым, у кого есть, кто, у кого душа настроена на то, чтобы схватить негатив, тот его первым и хватает. получается, что ецарара, он получает свет раньше нас, потому что он сначала, он хватает сначала левую сторону, а правая раскрывается только потом. И получается, и мы это на практике видим в разных случаях, что, скажем, иногда это бывают другие народы, тогда бывают отдельные люди в народах, что они как бы, у них что-то раскрывается раньше, чем у нас. И поэтому Белям, например, он получил вещи, о которых мы не знали раньше. То есть они как бы через него прошли. Если бы он их не сказал, мы бы их, грубо говоря, бы не знали. Он схватил их раньше. Поэтому так как они могут хватать раньше, он может быть больше. В какой-то момент времени он может быть больше. отсюда все эти нееврейские, всякие там ясновидящие, всякие там бабки-повитухи или не знаю, как их называют и так далее. Они вот хватают вот эти виды света, которые левая-левая сторона к душе, как бы обратная сторона к душе. Они это хватают, это схватить легче, чем саму к душу. И на этом как бы у них все это есть. Это почему Белям может быть больше Маше. Так в конце, что мы говорили, что в конце времен вот это вот раскрывается эти перевертыши для того, чтобы перевести в состояние шаббата, мы же как бы находимся, находились все время в состоянии йомхоль, все шесть тысяч лет по сути у нас был йомхоль глобально. Шаббат, сегодняшний шаббат это только часть, только так, чтобы понюхать, это еще не настоящий шаббат. Для этого все эти перевертыши нужны. Да, так а как же тогда йетцарара, что же он останется или не останется или как? А там раскроется очень важная вещь, раскроется, что йетцарара у него на самом деле у него была задача, у него была задача привести нас к душе, привести нас к чему-то. И у него он многие функции выполнял для того, чтобы нас к этому привести. Это означает, что йетцарара станет Малах-Кадош. Например, давайте я приведу пример, что такое, что йетцарара работает. Вот мы знаем, это учили много, что йетцарара занимается тем, что вытягивает свет, вытягивает у нас силы, вытягивает у нас какие-то душевные вещи, время, ресурсы, возможности, деньги. в конце концов, все равно это все упирается в какие-то ресурсы, короче говоря, он у нас вытягивает. а теперь давайте посмотрим, ну это всем знакомо, тут ничего нового не сказал, а что именно, давайте посмотрим, что именно он у нас вытягивает, конкретнее, конкретнее, что именно вытягивает, вот есть душа, есть какой-то неважно, любая наработка, любое состояние души, вот возьмем какого-то еврея, неважно как что, и мы всегда же находимся в ситуации некого салата, то есть у нас все перемешано, да, есть к душа, там есть не к душа, или как назвать, а вечный пояс, то есть пояс, когда значит, надо выбирать из какой-то внутри какой-то каши, надо выбрать какой-то правильный вариант и так далее, вот, все, значит, все, все перемешано, и работает яцарара, и начинает отсасывать силы, возможности, понимание, и так далее, теперь посмотрим, а что именно он отсасывает, а? Сейчас, 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 я в другую хочу сказать плоскость, как мы помним, фараон, он не знал, что такое Гавая, когда Маше к нему пришел и сказал, вот, Всевышний, сказал, так и так, да, он сказал, я не знаю никакого Всевышнего, ну, Всевышнего, там же Торик говорится, что он не знал имени Гавая, а имя Луким, он знал очень хорошо, еще в Берешит, еще когда там Йосеф приходил, и Яков, и все там, Луким говорили, и все хорошо, он все хорошо знал, и ему эти Хартумим сказали, Эцба Луким, то есть тут, тут он не спорит, что такое Луким, он знает хорошо, а вот Гавая, он не знает, что это, то есть, Гавая, это Пнемиют, а Луким, это Хитсуниют, ну, это, это всегда просто соотношение, что Гавая, это внутреннее содержание, внутренняя душа, а Луким это внешняя оболочка, вот, теперь, если, если Ецарара не знает, что такое Гавая, но он знает, что такое Луким, и он теперь начинает человека высасывать, так что, что именно он может высасывать, он может высасывать, то, что он сам знает, то, что и фараон хотел, ему Яков пришел, там, дал браху, и Яков, и, это самое, Яков, да, и Юсеф ему там, дал браху, и все брахот были именем Луким, он все это с радостью принимал, вот, это, это Ецарара высасывает у человека все, что связано с именем Луким, отсюда мы видим, вот то, что Лейзер сказал, время, деньги, ресурсы, и так далее, то есть, все внешние параметры, это он все, все высасывает, что остается, остается внутреннее содержание, то есть, само внутреннее ядро, остается, это он не может, не может взять, потому что он не знает даже, что это такое, получается, получается, что кто, кто помогает нам раскрыть внутреннее ядро, внутреннее зерно, Ецарара, получается, что Ецарара помогает нам избавиться от Хитсуниюта и раскрыть внутреннее ядро, внутреннее зерно. Деньги высасываешь. Все что угодно. А теперь почему же мы должны с ним бороться? Если так хорошо, почему же мы должны с ним бороться? Денег жалко. Я говорю, что если денег нет, уже душу бороться. Ну это уже крайний. Почему же мы должны с ним бороться? Может, наоборот, может, пустить все на самотек. И пусть работает. Так вот, нет. Именно так оно и не получится. Потому что все устроено, все очень хитро устроил. Вот именно тем, что ты с ним борешься, вот именно это и есть процесс раскрытия внутреннего. А то, что он делает, так это вообще не твое дело. В Талмуде говорится, как бы от имени Всевышнего, Барати Ецарара. Всевышний говорит, это я, я ему управляю. Я его создал, я ему управляю, я ему даю задачи, я там решаю. Вот, это не твое дело. Что он делает, как делает. Поэтому, если пустить на самотек, совсем плохо будет. А вот именно сам факт борьбы с ним и запускает весь этот механизм. И тогда получается, что как бы внутри, то есть он невидимый этот процесс, но внутри получается, что он нам помогает. Он нам помогает убрать, как на семечке пшеницы есть, шелуха, которая для человека не съедобна, а вот для животного как раз очень даже. Вот, это как раз вот пшеница, это как раз модель. Помогает, то есть правильно с ним бороться. Так вот, ну нахуй. Если нет, то он может уничтожить. Нахуй, нахуй. Слишком много может забрать. Вот это зернышко пшеницы, это модель. Что животное, как модель Ецарара, оно съедает внешнюю шелуху, а человеку остается само зерно, само это духовное ядро остается. Вот, и раскроется, раскроется так, что именно на уровне внутренних ощущений, что это вот так вот работает. Вот, и для этого Всевышний проводит броход через Беляма, то есть как бы через Ецарара он дает броход. И это как симан, как бы как знак переворота того, что Ецарара как бы уже открыто упразднил свою функцию зла. Вот, то же самое, что было с тем Малахом, который боролся с Яковом. Вот, и поэтому сразу после этого я переступаю через историю. После этого сразу же появляется Пинхас, вдруг, который, как потом Хохамим сказали, что это же душа Ильяу, а Ильяу мы знаем, его функция подготовить к Геуле. Он же как бы приходит в самом конце, ну в смысле этот свет раскрывается в самом конце. То есть так вот после всего всей этой истории с Белямом тут же появляется, выходит на сцену Пинхас, который как бы потом Ильяу и должен объявить о Геуле. То есть все, все, все вот этот вот весь этот сепур. И это, вот эти вот перевороты, дайте я кончу, вернусь назад. Эти перевороты, они немножко помогают понять красную корову. Что в красной корове тоже происходит, и там Хохамим сказали непонятно, что происходит. Почему непонятно, потому что Шара Хамишим, он раскрывается как бы только в наш период, он раскрывается, в нашу эпоху. И про это и Раби Шимон сказал, что, он сказал в Нигизор, что вот то, что мы сейчас постигли, оно будет закрыто и раскроется только перед концом. И у нас сейчас, если вы посмотрите, у нас сейчас очень много вещей именно вот так вот идут на переворотах. То одно, то другое. Обратите внимание, что за последние 9 месяцев войны, я не знаю, я смотрю и новости, и уроки Торы, где говорят по этой вещи. Я еще не нашел ни одного, кто бы смог предсказать на, не знаю, на неделю вперед. Я же не говорю там на месяц или на 2 месяца вперед. А? Я же сказал ни одного, я же не сказал ни одну. Это намек, да? Ни одного, ни одного. А почему? А потому что оно все идет вот так вот. То одно, то другое. То одно, потом переворачивается наоборот. Опять переворачивается. И вот из какой-то ситуации люди делают выводы на дальше, какой-то анализ дальше. И этот анализ, он правильный. С учетом данной ситуации. То есть анализ правильный. Но что поделать, через 3 дня вся ситуация переворачивается наоборот. И весь этот анализ оказывается уже не актуальный, никому не нужен. Потом опять, вот новая ситуация появилась, опять делают анализ. И опять, значит, предсказывают, что будет, как будет. Через 2 дня оно опять перескочило назад. Опять перевернулось. И опять все стало неактуально. Можно заявить в новостях. В одном и том же, ты можешь получить какие-то две совершенно положенные. Например. Например. Вот. Это... Насчет новостей, я не знаю. Я извиняюсь, я должен это рассказать. Я вчера сам долго смеялся над этим. Значит, листаю ленту новостей. И я вижу заголовок. Ируа Хариг. Как по-русски. Ну, все понимают, да? Форс, да. Форс, да. Ируа Хариг. На... На выступлении этого Яля Гулана, значит, кто-то в него бросил бутылку с водой. А не знаю. Не знаю. Не знаю. Не указывается. Вот. Значит, это Ируа Хариг. Следующая Кутерет в новостях. 20 ракет, значит, по голландским высотам. Это нормально. Это не Ируа Хариг. Ируа Хариг это была только бутылка с водой на выступлении. А вот 20 ракет, это нормально. Уже все привыкли. Зило и Руа Хариг. Привыкли, да. А бутылки на... Привыкли, да. Привыкли, нормально. Вот. Все вот так вот идет на перевертышах. И красная корова, про которую тоже Хохамим сказали, что Всевышний только Маше открыл. Потому что Маше ему в конце, как мы знаем, ему открылся Шара Хамишим. Почему в конце? Потому что это конец истории. И в конце истории этот Шара Хамишим, он отрабатывается. Это не просто, это не открывается как знание. Шара Хамишим это огромная работа. И там все вот так вот. Как бы одна из принципиальных сложностей работы, что оно все вот так вот постоянно переворачивается из одного к другому. То есть все вот так вот наоборот. Из одного наоборот, этот наоборот. И красная корова так работает по этому принципу, что тот, кто был Тагор, становится Томэ, тот, кто был Томэ, становится Тагор. И мы знаем, что было 10, было 9 красных коров. И Хохамим сказали, значит, 10 будет перед проходом Машеха. Все любят искать красных коров в кибуцах и так далее. Искать их волоски, там же должны быть все волоски красные. А дело не в том совершенно. Это не важно вообще, дойдут корову реальную или нет. Потому что Хохамим говорили про Руханиют, а не про конкретную корову. Хотя я не отрицаю, может быть, и реальная корова появится, но в этом это не я. В Индии проблема, как же ее сжечь? Кто же тебе ее там даст? А? Они еще официально сказали, что причина войны, потому что люди занимаются храм Красной Горовой, и это угроза храмовым грехаммам. А это правильно, если у нас появляется Красная Горова? Уже ничего не остановилось? Так Красная Горова, там же должен быть человек Тагор, который посыпет, польет воду на Томе. А Тагор, кто Тагор? Может с коровой родились. Может с коровой. Так, это имеется в виду, что в конце времен начнет проявляться вот этот вот механизм этих перевертышей. Как Красная Горова. Нет больше митфот в Торе, где происходят вот такие вот непонятные перевороты. Хамим сказали, что в конце времен, это Десятая Красная Горова, имеется в виду, что в конце времен будет проявляться ситуация вот этих вот перевертышей. Красная Горова связана с Исавом? Потому что Красная Горова связана с Исавом. Ну, видите, сейчас вообще весь мир стянут. Ну, вообще весь мир, как бы глобально, это Исав. Да. Да. Вот про Китай непонятно. Он как-то в стороне. Он как бы вроде и не Исав, и не Ишмаэль. Кто он, что он. Ну, это вот Дети Авраама, да. Да, это Индия тоже. Вот все, весь тут Дальний Восток. А Дети Авраама, я не знаю, интересно или нет, еще. С Детьми Авраама там интересная история. Они, да, они действительно. Это как бы не Исав, не Ишмаэль. Это кто они, что они. При том, что мы видим, что оттуда идет очень много всяких мудростей. Медицина, всякие там развития тела, всякие там духовные вещи, там, йоги, медитации. Количество людей, да. Говорю, Китай, Индия, Япония, вот там полмира уже. Больше. Больше? Ну, то есть, да. Откуда у них эти силы? Что это за Дети Авраама? И Раша говорит, ну, и Раша приводит Хахамим, по-моему, говорит, что Авраам масарла им Шем Тума. Что Авраам дал им имя Тумы и отправил их Кедма на Восток. Да. Что такое Шем Тума? Во-первых, зачем Авраам дал им Шем Тума? То есть, получается, что Авраам как бы сам научил их, сам как бы внедрил им Туму. Зачем? Это раз. Во-вторых, что такое Шем Тума? И в чем Тума? То есть, чем, не знаю, чем тот же Китай или Индия, это больше Тума, чем, не знаю, в Европе, где постоянно там кровь льется столетиями, так что, ну, сидят там, они медитируют себе в Гималаях, как бы, чем это больше Тума? А тут просто это Тума другого порядка. Просто у Исава, ну, и заодно и у Шмейля, у Исава меньше, у Исава больше выражено. У них Тума, она выражается в основном в чисто материальных вещах. А там Тума другая, что такое духовная Тума? И вот этим, кстати, Белям пользовался, вот такими приемами. И эти приемы, они, в принципе, на этом строятся. И то, что Тора говорит, Кишуф на этом строится. Да и у неевреев, как бы, очень много именно вот людей, которыми этим занимаются, у них строится это по этому принципу все. Значит, что за принцип? Принцип такой, что для того, чтобы получить свет, нужно что-то сделать. Допустим, как мы знаем, есть Митцвод, есть Лимон Тора и так далее. Значит, нужно сделать какие-то духовные действия для того, чтобы получить свет. Теперь, если делать, проделать эти действия, как механизм просто, как машина работает, да, то откроется какой-то свет. Теперь, если проделать эти действия, как бы, эти порядок действий, но в конечном итоге, в конечном итоге душа настраивается на то, чтобы этот свет пошел, как бы, схватить его, вот как, ну, как животное охватает еду. И тогда получается, что этот человек, он может открыть свет, он может открыть большой свет. Белян так это делал. Они могут открыть свет намного больше, чем, как бы, среднестатистический еврей, во много раз больше, только что, только в конце, как бы, в конце этого процесса. Не то же в конце, просто изначально, как бы, в глубине души у них так и так настроено, чтобы этот свет, как бы, взять в ту часть души, которая настроена на негатив. То, что у нас, например, мы знаем, что за, допустим, не знаю, там, выполнил митсу, значит, раскрывается какой-то свет. Где он, что он, ну, мы знаем, там, Керенка Еметли Уламаба и так далее. Что такое этот Уламаба, где он Уламаба? Это всё, это свет входит в душу, но есть уровни души, которые пока что не раскрываются, и основная масса света, она остаётся там. А то, что приходит в те уровни души, которые, да, ощущаются в 6 тысяч лет, это приходят капли. А основной свет от митсвы остаётся в уровнях души, которые в 6 тысяч лет закрыты. Вот, и потом просто убирается эта перегородка, и человек начинает ощущать, как бы, всю, всю глубину своей души. И там оно уже есть. То есть все митсвоты, всё-всё, что он делал, оно там всё уже есть. Вот, теперь там с другой, поэтому, поэтому в 6 тысяч лет мы, может, нарабатываем больше, чем какой-нибудь там Белям или не знаю кто. Но мы этот свет не можем реально им, не можем воспользоваться. То есть он как бы остаётся для нас закрытый. То есть он у нас же, но он закрытый. Вот. А там работает не так. Там работает так, что свет нарабатывается, и этот свет берётся вот самое, берётся туда, в те части души, которые открыты. Вот это вот все, все эти, там, китайские, индийские, там, медитации, йоги, гуру и так далее, и так далее. У нас, то есть они же всё это взяли от нас. У нас тоже всё это есть. Сейчас, 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 сейчас. У нас тоже всё это есть. Все вот эти вот медитации, там, вхождение, там, в трансы, шмансы и так далее, и так далее. Это всё имитация каких-то духовных процессов для того, чтобы, в конце концов, этот свет, да, раскрылся, но чтобы его можно было схватить. А мы, например, не можем схватить свет от Митцвод, потому что он уже так устроен, что он входит в душу как бы по определённым уровням, так что подавляющее большинство этого света закрыто. Вот, а они, да, и поэтому у них вот это вот всё, вот это вот шем тума, кстати говоря. Вот к этому я всё вёл, что вот это вот шем тума. То есть тума не в том, что человек ходит, убивает или ворует, или что-то там делает, какой-то незек, от тума в том, что духовный свет стягивается на абсолютно эгоистические цели. Вот все вот эти вот их там пребывания в нирване и так далее, это же тоже всё то же самое. Ну, конечно, человеку хочется там отключиться, забыться. Я знаю, только в Европе для этого пользуются алкоголем, наркотиками и так далее. А там у них все вот эти вот всякие техники. И, конечно, это просто люди платят деньги для того, чтобы отдохнуть, расслабиться там и, не знаю, отключиться от проблем и так далее. Ну, кто не хочет? Ну, не знаю, любой человек хочет и мидэйпэм просто расслабиться, просто отключиться от своих проблем и хоть отдохнуть как-то. То есть все вот эти вот их нирваны и так далее, это всё оно и есть. То есть они нарабатывают этот свет, который даёт вот такое вот успокоение, там отключение от всего, но этот свет используется для чисто как бы бытовых эгоистических вещей. Вот мне по кайфу там посидеть в нирване, вот я сейчас там что-нибудь там сделаю для того, чтобы там расслабиться, отдохнуть и так далее. Вот это вот шем тума. Вот такие вот вещи, это шем тума. И для того, чтобы убрать это от Ицхака, а у Ицхака это очень-очень важно было. Почему? Потому что Ицхак — это левая сторона. А левая сторона, вся тума цепляется за левую сторону. Поэтому Аврааму было очень важно убрать это от Ицхака. Потому что он понимал, что для Ицхака это большая опасность. Поэтому он их, да, он их заслал как можно дальше. То есть он им это передал. То есть они в каком-то смысле послужили как громоотводом. Он им это дал, потому что куда-то это должно было выйти. То есть духовность, как бы свет, он должен куда-то выйти. Значит, он их взял, он им это передал, научил их этому. И заслал их далеко-далеко, подальше, да, с глаз долой, чтобы убрать от Ицхака. Вот это вот это Шем Тума, который он дал. До сих пор, вот видите, до сих пор там все эти йоги, медитации, гуру, шмуру, все вот это вот там. И полно людей, которые ищут, как бы духовность их тянет именно туда. Вот это вот все Шем Тума. Ну техника душевная, то есть души техника. Не руками, там, ногами сделать. А техника души. Да, но она может быть даже очень скрытая. То есть сам человек даже может этого не понимать. Они могут думать, что, а чем плохо там, посмотрите, сколько там всего это делается для, там, не знаю, для здоровья, для того, для сего. Так чем плохо? То есть вот эта вот кавана, она эгоистическая. Она может быть очень-очень глубокая. Человек даже сам ее не осознает. А так ему кажется, как бы, ну а что, ничего страшного. Ну ради здоровья, там, ради, не знаю, там у них же и медицина китайская, и куча всего. Да, огромное количество. Всякие там единоборства тоже ж оттуда пошли. А потом, когда европейцы с этим столкнулись, европейцы ж не понимают, у них это то, как просто побить морды. А когда столкнулись, оказалось, что там целая философия за этим стоит, и целые там системы всяких там, опять же, тех же и медитаций, и всякие там практики, там и оздоровления и так далее. То есть там целая философская система за этим стоит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok